Привет, на связи Эрн Кольта и школа дизайна Савизард. В этом видео мы посмотрим, как можно в фигме отрисовывать ботанические иллюстрации или иконки, в зависимости от того, насколько сложным получится наш рисунок. Я заготовила вот такие картинки. Это просто фотографии разных травинок, которые я взяла на ансплэше. Вот эти картинки будут непосредственно с ссылками в описании под этим видео. Ну и давайте попробуем отрисовать что-нибудь из предложенных вариантов. Я сразу выберу инструмент карандаш и переключусь на планшет. Если у вас нет планшета, пожалуйста, не переживайте, то же самое можно отрисовать мышкой, но будет чуточку менее удобно. И вот планшет, честно говоря, в фигме это вещь спорная, потому что многие вещи работают не совсем так, как хотелось бы. Давайте начнем вот с этой травинки. Мы, когда смотрим на изображение, понимаем, насколько сложным мы хотим его видеть. Если, например, нам нужна просто травинка для какой-нибудь иконки, то можно нарисовать совсем простой контур. Допустим, вот эта травинка, она достаточно интересная. Здесь есть стебель, здесь есть листики и здесь есть вот такие вот крошечные цветочки. Допустим, я приближу сцену. Для этого кручу колесо мыши и зажимаю control. И прорисую некоторые цветочки, но причем максимально их буду упрощать. То есть пусть будут какие-то вот такие вот небольшие формы. Как мы видим, они не совсем ровные, но это также определенная стилистика. Если хочется более ровные иконки, то тогда можно использовать геометрические фигуры. Дальше я отрисовываю листики. Листики можно отрисовать как карандашом, так можно воспользоваться и перышком. Допустим, вот такая вот часть. И, например, можно отрисовать еще один стебелек с цветочками на конце. Просто рисую нечто похожее на кружочки, но не совсем замкнутое. Еще раз повторюсь, что стилистика может быть абсолютно разная. Но, например, давайте ту же самую иконку попробуем нарисовать в более упрощенном варианте. Допустим, рисую ствол. И здесь, наверное, даже нарисую его по прямой. Ну, например, вот так. И, возможно, даже вместо карандашика возьму перышко. Теперь выбираю перо и рисую прямую линию с шифтом. Нажимаю Done. Выбираю кружочки или треугольнички. Давайте попробуем нарисовать с треугольничками. Возможно, так получится интереснее. Рисую небольшой треугольничек и нажимаю Shift-X для того, чтобы переключиться из заливки в обводку. И поменяю цвет на черный. Мы отрисуем иконку сначала в черном цвете. Дальше поменяю скругление уголков. Ну, 5 будет многовато, очевидно. А вот если попробуем поставить здесь единичку, единички будет мало. Давайте поставим троечку. Да, вот что-то такое. То есть получается и не совсем кружочек, и не совсем треугольник. Нечто среднее. Дальше могу их разворачивать, ну, например, на 45 градусов, либо на какой-то другой угол. Допустим, вот как-то так. И разные вот эти вот элементики разверну под разными углами, чтобы они выглядели более хаотично. Например, какие-то вот такие вот соцветья. Причем, потом я могу их выделять по несколько штук за один раз. И дублировать, ну, например, вот таким вот образом. Дублирую с зажатым альтом. Это у нас дублирование с перемещением. Тогда все вот эти вот элементики получатся одинаковые. И дальше уже можно отрисовывать. Ну, в принципе, дальше еще можно упростить при необходимости. Но можно также отрисовать уже и листочек. Здесь тоже выберу перо. И нарисую листочек более строгой формы. Например, вот такой вот. И замкнутый, в отличие от пряжнего. Пододвигаю, чтобы совместить со стеблем. И дальше могу попробовать либо вытянуть, либо уменьшить. Либо нажать Enter. И если требуется, то дотянуть по точкам. Например, хочу, чтобы листочек был более изогнутый. Например, вот такой. Дальше можно нарисовать внутреннюю часть, если это того требует. Но можно и не рисовать. В общем, все будет зависеть от той стилистики, которую вы хотите получить в итоге. Прорисую еще один листочек. Этот могу немножечко уменьшить. Ну и вот у нас получился такой вот странноватый цветочек. Здесь можно изменять размер вот этих заготовочек в треугольной форме. Можно их пододвигать, чтобы они были прямо присоединены к стебельку. В общем, опять же, все будет зависеть от того, что вы в итоге желаете получить. Давайте попробуем присоединить. Возможно, такой колосок будет смотреться интереснее. Пододвигаю их достаточно близко друг к другу. Например, вот так. Ну и получаю такой вот цветочек-колосочек. Мне кажется, получилось вполне забавно. Можно дальше выделить все это вместе. И попробовать поменять линии. Линии мы меняем вот здесь справа. Нажимаем многоточие. И, например, поменяю все кончики на скругленные. И здесь тоже выберу раунд. Тогда у нас не будет острых углов, и иконочка будет более скругленная. Додвигаю поближе. Это достаточно сложная отрисовка. Это скорее не иконка, а маленькая иллюстрация. Но, тем не менее, она тоже может быть использована в качестве какой-нибудь иконки. То есть, видите, два разных стиля. Этот более хандмейтовый, если так можно выразиться. А этот более строгий. Можно также дальше упрощать. То есть, например, использовать меньшее количество деталей. Давайте сейчас попробуем выбрать эллипс. И нарисовать еще более упрощенную версию. Рисую кружок с зажатым шифтом. Снова переключаюсь на обводку. Это shift-x горячая клавиша. И, например, нарисую совсем простую версию. Пусть она состоит из 2-3, максимум 4-х кружочков. Стебелька. Здесь можно выбрать линию, как вариант. И 2-х листиков. Листики сделаю здесь из... Давайте тоже их сделаем из кружочков, из эллипсов. Создаю кружочек. Нажимаю enter. Выбираю точку. И утягиваю точку на определенную длину. И нижнюю точку тоже вытягиваю на ту длину, которая будет нужна. Нажимаю enter. И нажимаю shift-x. Для того, чтобы перевести заливку в обводку. Выбираю черный цвет для обводки. Вот у нас получился такой листик. А здесь давайте попробуем все же немножко выровнять. Я посажу один шарик на самый кончик нашего стебелька. И расположу, наверное, вот так. Два шарика. И еще два чуть ниже. Вот. Так будет более правильно. Листик немножко уменьшу. Еще раз напомню, что мы его получили тоже из кружочка. И расположу вдоль стебелька. Например, вот так. И вот так. Зажму shift, разверну на нужный угол. Сейчас листики у нас будут одинаковые. То есть, видите, мы еще более упростили стиль. И получили уже совсем иконочную иконку. Можно листики уменьшать в размере. То есть, маленько подтянуть их. И сделать иконку еще более компактной. Например, вот так. Ну вот. То есть, стиль номер один. Стиль номер два. Стиль номер три. Можно пробовать дальше еще упрощать нашу отрисовочку. Но попробуйте сами, если вам потребуется. Примерно таким же образом отрисовываются вот такие вещи. Чем больше будет различных элементов, тем более объемной и лохматой будет наша веточка. Давайте тоже попробуем нарисовать. Я сделаю несколько линий с помощью перышка. И проведу одну линию с shift. Если нужно закончить линию, то нажимаем Enter. Дальше проведу линию под каким-то одним углом. Дальше под другим углом. То есть, я нажимаю Enter. Потом снова нажимаю буковку P. Это горячая клавиша для запуска перышка. И прорисовываю еще одну линию. Например, вот так. Вот. То есть, у нас получилось несколько веточек. Делаю еще одну веточку. И теперь давайте воспользуемся инструментом Ellipse. Но теперь не будем менять заливку на обводку. Создадим такие вот черненькие горошки. Меняют цвет. Ну и в зависимости от того, насколько сложная нам иллюстрация нужна, делаем то количество горошков, которое потребуется. Допустим, пусть здесь будет достаточно тщательная прорисовка. Поэтому я делаю их достаточно много. Они могут быть размещены в хаотичном порядке. То есть, я сейчас просто зажимаю Alt и перетаскиваю черные кружочки туда, куда мне требуется. Это у нас дублирование с перемещением. Утаскиваю еще. Здесь тоже можно перетаскивать эти же кружочки. Там какие-то красивые листики у этой ветки. Тоже их можно воспроизвести. Здесь могу вот так вот выделить. А, ну здесь получается многовато выделилось. Вот так. Веточку убрать. Делитом. И растянуть кружочки туда, куда требуется. С Alt опять дублирую несколько штук. Они могут даже заходить друг на друга. Но опять же, в зависимости от стилистики. Ну и в итоге можем получить уже вот такую веточку. Здесь можно также усложнять. Например, сделать не кружочки, а такие вытянутые штучки с точками на конце. Отрисовать вот эти вот листики. Они достаточно интересные и сложные в отрисовке. Ну как сложные. Они просто содержат много деталей. И потом все это объединить в одну иллюстрацию. Ну и опять потом можно ее упрощать, если вам это потребуется. Чтобы отрисовать цветочек, тоже можно либо сделать иллюстрацию более простой, либо более сложной. Давайте попробуем нарисовать. Здесь я бы воспользовалась эллипсом для того, чтобы прорисовать вот эту вот форму. Снова нажимаю Enter. Вытаскиваю верхнюю точку выше. А просто вот так ее перетаскиваю. И здесь делаю цветочные лепестки. Хорошо будет, если у лепестков будет одинаковая форма. Поэтому я возьму... Я, наверное, снова возьму эллипс. Или могу взять звездочку. Тоже, кстати, интересная версия рисовать такие штуки из звездочек. Уменьшу количество лучиков до четырех. Разверну. Нажму Enter. И утащу нижнюю точку, чтобы получить такой вот лучик от василька. Дальше могу раздублировать эти звездочки лучики. И получить какую-то форму. Могу увеличивать ее в размере, если это того требует. Например, как-то вот так. Могу еще раз раздублировать. Развернуть. В общем, усложняйте иллюстрацию настолько, насколько вам нужно. В результате можно получить какой-то вот такой цветочек. Дальше его тоже можно усложнять. Но давайте сдублируем еще раз. И, например, еще раз, чтобы получить такую более сложную, более интересную форму. Это уже более сложная отрисовка. Это не назвать иконкой. Это уже именно иллюстрация. Там можно играться с цветами. Обратите внимание, что здесь и вот здесь это разные цвета. Например, добавить стебелек. Стебелек можно здесь добавить перышком. Делаю его чуть-чуть изогнутым. И дальше сделаю ему более объемную толщину. Например, 5. Цвет верну на серый. Чтобы у нас цветочек был одинакового цвета. Дальше можно упрощать. То есть, например, тот же самый василек. Можно нарисовать просто здесь лучики-палочки. Ну и получить какую-то более простую отрисовку. Которую уже можно как иконку использовать. Вот общие принципы отрисовки ботанических иллюстраций в фигме. Я надеюсь, что вам было полезно. Если да, то поставьте лайк. Напишите ваши идеи в комментариях. Ссылки на картинки, которые я использовала в отрисовках, будут в описании под этим видео. Делитесь видео с друзьями. С вами была Эрн Кольт. Школа дизайна Savizart. А в следующем видео мы поговорим на серьезную тему. Я предложу формулу, по которой можно будет рассчитать размеры макетов для типографии. Это такой наболевший вопрос, который очень часто задают. И поэтому настала пора его озвучить. Увидимся!